здравствуйте дорогие друзья сегодня с вами посетим государственно-исторический музей в городе москве ну вот встречает нас в начале эпоха до нашей эры там 5 и 7 век вот такие 100 летки тут стоят которым можно прикасаться но только в перчатках далее у нас тут наконечники стрел копий и так далее вот перед нами дольмен очень такой часто встречается на кавказе на алтай а это так называемая лодка долбленка выдолблены из целого ствола дерева но здесь у нас представлены бронзовые как правило и серебряные вещи предметы 4 6 век до нашей эры но здесь так называемый скифская эпоха шестой и пятый век до нашей эры золотые украшения это оружие наконечники для стрел предметы быта так на далее перейдем в так называемую скаф春 Золотую колдовую исторического музея, где представлены изделия и украшения из золота. Также здесь представлены и религиозные предметы, иконы. Это Евангелие, так называемое Евангелие на престольное. Также здесь есть награды из драгоценных металлов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В отдельном зале историческому музею. В музее представлены иконы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а здесь воссоздан портал Дмитриевского собора во Владимире. Портал – это вход в собор. Дмитрийский собор – это эпоха, так называемого, домонгольского периода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а теперь поднимемся на второй этаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а здесь в историческом музее представлен так называемый Константиновский рубль. Это одна из редчайших монет. Нет, посвящена императору Константину. Но, как вы знаете, Константин никогда не был императором. Да, в 1825 году умирает первый сын Павла I, Александр I. Престол должен был занять второй сын Павла I, Константин. Но он отказался от престола наследия, так как Боб побоялся умереть от покушения, как его отец Павел I. И поэтому престол перешел к третьему сыну Павла I, Николаю I. И Константин не стал императором, хотя уже монеты были отчеканены. Их всего семь штук. Вот здесь как раз висит портрет Павла I по центру. Это отец Александра I, Константина и Николая I. А Мальтийский крест здесь неспроста. Павел I был магистром Мальтийского ордена. Ну а далее представлен так называемый вазок Петра I. Вазок это сани для зимнего передвижения по местности. Ну, как говорят, оригинал. Начало 17 века. Вот получилась такая небольшая прогулка по историческому музею. Конечно, все показать здесь просто невозможно. Рекомендую вам самостоятельно посетить. Очень хороший музей. Прекрасно оформленный. Рекомендую к посещению. Благодарю за просмотр. Всем спасибо. Пока. Рекомендую к посещению.